У нас несколько лет назад, может кто-то помнит, была похожего типа тема, но она была про выстраивание пространства, про личные зоны, про зоны комфорта, то есть примерно про то, что на уровне А, на уровне того, как там создать личную зону для каждого, как поделить предметы, значит, как там сделать так, что ребенок не чувствовал, что у него пространство физическое отсутствует. Напомните, да, было-было. И это был довольно полезный разговор, да, и не хочется его повторять. Здесь очень коротко пересказать результат вот той встречи уровня А, он про то, что в семье за несколько детей крайне важно, чтобы каждый чувствовал себя не частью социалистического коллектива, а чувствовал себя тем, кто имеет пространство индивидуальное, вещи свои, какую-то часть вещей нет. Прикосновенный, помните, мы ловили про сундучок с замком, да, некоторым людям в стесненных условиях нужно прямо что-то типа сейфа, чтобы они чувствовали себя спокойно. Да, да, и все единогласно говорят о том, что это очень важные вещи, да, важно не донашивать, и важно ощущать себя отдельным человеком, и не только отдельно, то, что вот в свое время было очень важно для Михаила, тоже много лет назад, вот сейчас было в книжке вышедшей, значит, это то, что крайне важно каждому из детей чувствовать свои индивидуальные отношения с родителями. То есть мы-то все думаем больше о том, как там между ними все часто, да, или там как с кем-то из проблемных детей, а им очень важно, вот это тоже по инсайдерским словам, одно из самых таких основных, важно чувствовать вот то, что у них, конкретно у них есть папа, есть мама, что папа и мама к ним имеют индивидуальные отношения. И что дистанция в этих отношениях, то есть, ну, межличностная дистанция, она удовлетворительна, она подходит ребенку. Есть такой тест, который иногда предлагается, когда ребенок на тестировании находится, значит, он может быть сделан из игрушечек, он может быть сделан из кругов, значит, человеку предлагают, нарисают, я простой укажу вариант, не надо делать с вами детьми, не надо, а то любят, все услышат, правда, потом, значит, дома производите, потом уже никто больше не его не сможет использовать, значит. Тест такой, нарисую свою семью в виде кругов. У кого бумажки есть, рисуйте, кстати, я сейчас, попробуйте. Где, значит, размер круга, это значимость человека. Чем больше круг, тем более весомый человек. Для себя тоже? Да, для себя тоже. А расстояние между этими кругами, это, собственно, ну, вот это та самая дистанция. Дистанция, ощущаемая дистанция эмоциональная, не физическая, что мы там спим на соседних кроватях, да, там с браком, а именно эмоциональная дистанция. И это очень интересная, очень интересная штука, особенно если применять к детям из семей, которых по нескольку детей. А интересно рисовать двоим, потому что картинки будут разные, это интересно, это две минуты. И потом не надо будет показывать, да. Ага, все понудили порисовать. Это прямо быстро. Давайте я рисую абстрактную семью, не свою собственную. Значит, вот это вот мама. Я нарисую пример теста, а вы скажете за отношения в семье. Хорошо? Вот это вот младший ребенок. Вот это вот старший ребенок. Вот это вот папа. А вот это вот второй ребенок. А вот это вот бабушка. А кто рисует? И я. А я три рисую. Кто рисует? Мама. Это мама. Это папа. Это рисует, скажем, ребенок два. В данном случае это рисует ребенок. Тут три ребенка, папа, мама и бабушка. Вот такой вот он нарисует мне картинку. Да, вот что вот из него можете сказать? Папа, да. Папа, банкомат. Да, да, да. Редко бывает. Значит, мама тут, она погружена, понятно, да? Ну, вот все понятно, да? Вот этот вот, почему он такой большой, как вы думаете? Взрослый, наверное. Кровь пьет у всех. Про него все думают, он пытается отделиться. А этого среднего подхватила бабушка. Да, и они уже далеко. Нет, он большой уже на 4 года. Но вот он как маленький, он не хочет вырастать. Вот в этой ситуации мама с ним запияривалась. Да, хорошо. Как бы дальше все это можно обсуждать. Он когда это нарисовал, уже в поле для обсуждения. Он сильно это ощущает. Потом это подтверждается в разговоре с родителями. Как бы то, что можно понять, зачем с разговором. Там в ног все можно пройти от разговора, ты ничего не спрашиваешь. Иногда это там шахматная доска и шашки можно расставить на шахматной фигурке. То есть, есть разные способы. Не надо это производить. Но просто можно, знаете, зачем я предлагаю. Вот сейчас вы нарисуете свою семью, как вам кажется, на половинке листа. А на половинке второй листа. Сейчас на две минуты мы на это потратим, не жалко времени. Нарисуете эту же свою семью глазами самого проблемного ребенка. Как возможно он это видит. Понятно задание, да? Я не знаю, какое это. Шу, какой по выбору, не важно. Ну какой там наименее понятный вам ребенок. Вы понимаете, что это может быть абсолютно по-разному видно. Вот мы говорили про дистанцию, да? Одному кажется, что далеко, другому что нормально. Или одному что близко, другому что нормально. Понятно, что здесь нет круглёй, надо больше кругов нарисовать, нет, это меньше. Потом сравните. Интересно издавать закрытую. Чего обычно на этой группе не делали, что таково народу очень много. Тут народу мало, можно вот и самым призвлекаться. А я нарисую другую картинку, а потом вы прочитаете. Хорошо. Для меня вообще откровение, что круг может на круг наехать. Так он может сейчас, я вам ещё лучше нарисую. Круг в круге? Да. Это беременность что ли? Почему? Симбиоз. Это ничего особенного, это просто способ разговаривать о дистанции, такой наглядный и в рамках единичного занятия, мне кажется, довольно полезный. Вы особенно не впечатляете с кругами, это только метафора. Это не тест, не определение прям истинной правды. Это способ об этом подумать графически. Иногда полезно бывает. Использовать что-то, что вы не использовали. Там ещё кто быстро работает, наверняка всегда есть те, кто медленно делает, те, кто быстро. Там ещё может третий вариант нарисовать, а как бы вам хотелось, он называется. Ваш предпочитаемый вариант дистанции для быстроработающих. Вот когда вы рисовали вариант, можно поменяться, во-первых, супругом, здесь показать свои варианты, не закончено. Вот этот момент, когда вы рисовали второй вариант, второй, с точки зрения проблемного ребёнка. На что вы обратили внимание? Что для вас можно было таким интересным? Он получился вообще-то второй вариант? Получился, да? И что там было? Что там, в чём отличие там было? То есть, ей хотелось бы другой значимости и другой дистанции, да? Я думаю, да, она как-то со старшим убрать, и очень хочется вообще сейчас общаться. Сложности. Так, ещё кто-то может поделиться, что там, вот когда вот с точки зрения проблемного ребёнка? Спасибо. У меня старший приёмный, и нарисовал картинку похожую, я думаю, я хочу, чтобы не сплюзла, но посмотрев, как он и своё на его интерес, он видит себя в окружении родителей, видит батарея соседнего, а остальные где-нибудь пищи нет. Не существует, да. Да, это вот, это то, что я тоже собиралась рассказывать. Что мы можем даже не давать, они для нас все наши дети, а то, что у них вот некоторые отношения более тесные в Сиблинговой подсистеме между братьями и сёстрами, а некоторые вообще очень далёкие, да, вот мы это можем недооценивать. Что совсем не все братья и сёстры настолько интересны, близки и важны. Но здесь, как всякие нервные родители, дело не только совпадение близости по годам, для тех, у кого большая развертка детей, то иногда какие-то через одного какие-то, иногда замыкаются какие-то связки, связанные с совпадением каких-то характер, интересов. Почтение каких-то, да. Да, да, то есть через голову близкого, с полом опять связано. То есть здесь близость по возрасту очень важна, но иногда она оказывается не главной. Да, и возникают какие-то фигуры отношений совершенно другого рода. Но, конечно, для нас, смотрящих вот с родительской горы, может быть, конечно, можем утрачивать, как вы понимаете, того, что уже дистанция в 10 лет, скажем, это, по сути, почти что поколение какие-то, да, это люди, которым вообще, может быть, общий язык трудно найти, поскольку люди совершенно разных возрастах, на ситуациях, уж не говорю о ситуации, когда действительно 20 лет, там, скажем, родиться 15-20 лет, но это вообще какая-то уже совершенно... Сожди родители. Ну да, это вообще совершенно другая история. Там дистанция между первым и последним, может быть, значительно даже если детей трое. А может быть, их нет, может быть, совершенно поботочная. Вот я здесь нарисовала, смотрите, да, картинку, ну, воображаемую. Мама, внутри ребенок, да, четвертый. Это, скажем, ребенок с проблемным в развитии, в котором мама погрузилась. Да, про что эта картинка? Ну, что, наверное, те трое, как-то что-то решено. Они все отодвинуты, да, но тут папа является кем? Буфером. Буфером, посредником, да, все, он как бы через него. Ну, таким, да, то есть основным родителям здесь является он. Теперь рисуем идеальную картину, нет, их нет, на самом деле, идеально картины нет. Идеально картина, я рисую то, что у семейных рекламных классических посчитаем хорошим вариантом, да, а мы с вами делаем индивидуальный дизайн семьи, и совершенно не обязаны равняться на то, что считают всякие специалисты. Значит, но они посчитают, что значит значимость родительских фигур, размер кругов должна быть не меньше, чем круги детские, независимо от количества детей и их возраста. Значимость, размер. Значит, что они не должны быть далеко друг от друга. То есть вот так, а не вот так. За какой должна быть область причинная такая, ну, как бы небольшая нарисована, может быть, и большая, но не полное слияние. Вот. Дистанция между родителями, дистанция, да, расстояние, не должно быть больше, чем расстояние между родителями и детьми. Потому что если мама к маме дети очень близко, а папа где-то там далеко, как я рисовал на первой картинке, да, это про то, что возможно в супружеских отношениях какая-то есть напряженность или отдаленность, в общем, есть что-то, что связано с таким, ну, дискомфортом, нездоровьем, может быть, ощущением недостаточной поддержки. Это очень формальный разговор, да, очень такой психологичный, больше, чем обычно этих встреч. А вот где-то вот здесь вот, там, в брови сателлитов, дети, сколько там их не есть, да, где-то они тут. И иногда какой-то здесь кружочков начинает там генерить напряжение. Подросток там загенерил напряжение. Потом подросток успокоился, там кто-нибудь пошел в сад, там, дезадаптация у него произошла. Потом между ними, что-нибудь может возникло какое-нибудь напряжение, да. Но в целом они следовательно довольно ближней орбите, и кто-то ближе к папе, кто-то ближе к маме. Это такая довольно ситуация как-то подвижная, это может меняться. Кто-то сейчас ближе к папе, маме, потом он раз перешел, стал ближе к папе эмоционально, да. Но это некоторая такая группа довольно компактная, но не слитная, и нет такого, что один ребенок, какой-то гениальный математик, вот весит вот столько, а все остальные музыканты, все остальные такие маленькие-маленькие. Понимаете, да? Нет, ну, это, конечно, я не знаю, что там... Это... Нет, я хотел сказать, что все-таки нужно понимать, что то, о чем здесь идет речь, это все-таки, ну, некоторая модель семьи, городской, современной, более-менее такой российской, городской семьи, потому что понятно, что мы чуть-чуть сместим курсор, скажем, там, в сельскую местность, или по шкале времени чуть-чуть там, там, хотя бы сдвинем на сто лет, мы получим на совершенно другие круги, совершенно другой пропорции, совершенно другом качестве, и это будет нормой для той и другой ситуации. Это я сейчас нарисовала одного большого, а других маленьких. Круги детей меньше, чем круги родителей, да. Нет, нет, кругирует значимость детей, да, но несколько меньше. Ну, как бы, но это, как-то мое авторское прочтение. Катя, если родители пришлют вот так. Вот так. А где дети-то? Да, вот посередине. Есть запах, и команда снились между матерью и с вами. Нет, вопрос выбора, кому что нравится. Да, сейчас такие семьи, и такой, как бы, внутренний климат, что, как бы, кто, каждый делает все, что хочет. Да, можно быть замужем за девочкой, мальчику может быть замужем за мальчиком. То есть, свобода творчества, она вообще фактически без границ. Я не говорю, что это настолько же. Они привязаны пауком модели на концу, они же автоматически, ты рисуешь, понимаешь, что этот паук в модели на концу. Я говорю, что они ходят по карусели, они ходят по карусели, да. Возможно, нужна трехмерная штука. На самом деле, ведь, нужно трехмерная штука, и двух просто мерений не хватает. Это, если пить шарики из пластилина, да, то там окажется, что вот эти дети, которые посередине, они не внедряются, они просто где-то между. Это будет такая, как модель атома, да. Нет, мне показалось, что это картинка предпочитаемой модели, что это не описание реальной ситуации. Вот то, как я вот эту картину, что, 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 это скорее как бы мысль о том, как правильно. Кто не видит картинка, я сейчас нарисую, какая она была. А что? Они против Оксаны. Да, да, да. Она слишком симметричная, она слишком выстроенная, просто, правда, слишком правильная. Просто в реальной семье жизни нет, не выстраиваются такие правильные картинки. Почему можно к этому стремиться? Нет, я и говорю, она скорее как задача, как цель. Я бы считала, что здесь не хватает третьего измерения, чтобы изобразить то, что вы хотите. Я хотела изобразить, что он ребенок одновременно привязан к матери и к отцу, и первое, второе, второе. Это не мешает этим большим атомам. Не мешает. У меня была проблема изобразить, как... Десять шариков прилепить, конечно, да. Вначале как бы по отношению ко мне и к жене, а потом думала, а между собой тоже их как-то... Да, они там сами еще между собой... Да, да, у меня проблема в том, чтобы их между собой разместить поближе, подальше. Когда мне показалось, что она нарисовала это какие-то, я не знаю. Вот Млечный путь и разбегающиеся галактики. Ну, то есть там, на самом деле, сложно на одном рисунке все изобретать. Потому что если сфокусироваться на группировках между детьми, особенно если их столько там, да, даже если их там от трое-четверо-пятеро, да, разные прочтения. Там действительно очень важны еще и группировки между детьми. На этом тоже можно сфокусироваться. На их отношениях внутри детской подсистемы. Кто там с кем ближе, кто дальше, кому нужно помочь наладить отношения, сблизить, кого, наоборот, нужно разделить, чуть-чуть раздвинуть, вывести сблизнецовой ситуации. На погодке друг другу очень мешают, что они оказываются фактически в близнецовой ситуации, которые скрадывают их индивидуальные такие какие-то уникальные совершенно качества и способности. То есть у нас хватает на этой энергии, здорово.